Древесину в хорошем состоянии, обнажить её, зашлифовать, и в общем она будет уже более-менее приятной фактуры. Со стамеской в руках и в рабочей форме так проходит фестиваль Том Сойера. На строительных лесах волонтёры, обычные горожане своими силами приводят в порядок старинные деревянные дома. Это идеальное место, чтобы приложить свои усилия, при этом что-то полезное сделать для города, который мне нравится. Небольшой деревянный дом в историческом центре Самары попал в программу фестиваля в этом году. Он принадлежит молодой семье, которая решила вдохнуть в здание вторую жизнь. Постройка эпохи 19 века, традиционные наличники и искусная резьба. Такие дома уже не строят, восстанавливают. Этому дому больше ста лет. Это основная идея реставрации, это, конечно же, сохранить его исторический облик. Сейчас идёт самый кропотливый процесс очищения древесины от краски, которая была покрыта ещё в советские годы. А вот после здания обновят, а цвет его станет красным. Дом нам понравился из фасада. Но, конечно, дом был проблемный, дом был в ужасном состоянии, ветхий. Но мы решились на это. Это лето шестое в истории фестиваля Том Сойер. Он зародился здесь, в Самаре. Инициаторы группа волонтёров, которые увлекли своим делом всю страну. Сейчас проект проходит в 50 регионах России. В этом году эстафету начал Нижний Новгород. Здесь реставрируют особняк 19 века. Волонтёры обновят не только краску. На здании много резных узоров, которые пытаются восстановить. Сейчас передать такие элементы декора невозможно. Даже со современным оборудованием никто таки не сделает. И вот поэтому ещё сложности восстановления такого дома. Недавно к волонтёрскому движению присоединилась и Чита. Сегодня здесь восстанавливают дом дореволюционного периода. Мы выбирали те дома, чьи хозяева проявляли к этому интерес. И которые, на наш взгляд, были бы в этом заинтересованы. И сохраняли бы потом результат нашего труда. За пять лет волонтёры восстановили около сотни старинных домов в своих городах. В этом году сезон фестиваля короткий. Из-за коронавирусной эпидемии начался он позже обычного. Около десяти команд в разных регионах только планируют начать работу до конца лета.